Безопасность Это система видеонаблюдения Сейчас ставятся другие задачи Сделать это видеонаблюдение Занять как можно большую площадь Планируется установить видеонаблюдение В торговых центрах, в небольших магазинах В офисах Понятно, что весь город невозможно Обхватить вот этими камерами наблюдения Но тем не менее, сейчас Если это не секрет, сколько камер работает Ну в частности, например, по Барнаулу Ну и какие планы у вас ближайшие? А вот прежде чем ответить на этот вопрос Я приведу пример Который я неоднократно На различных встречах В беседах приводил Когда у меня было Несколько лет назад Было совершено Совершен туристический акт В Лондонском метро И буквально через два часа Лондонские Стражи порядка, безопасности Объявили, кто это сделал То есть, кто был смертником И в разговоре с одним руководителем Из руководителей территории Мне была сказана такая фраза Вот видите, как работают Через два часа В Лондоне, в мегаполисе Нашли, кто это сделал Вот как надо работать, учитесь Я говорю Так давайте вместе Устанавливать Видеонаблюдение Видеокамеры Ведь нет ничего проще От момента взрыва в метро Довести человека До входа До такси До общественного транспорта До улицы До подъезда И может быть даже до квартиры Вот цель-то какая И когда Население будет знать О том, что Все места отдыха Улицы Парки Транспорт Внутри Общественный Это не только метро В Барнауле-то и троллейбусы И трамваи оборудованы уже Когда парки Дворы Подъезды будут оборудованы Все магазины Торговые точки Киоски Тогда наступит Тогда во-первых Преступники подумают О совершать ли им преступление Нарушать ли общественный порядок Ну а для органов внутренних дел Не составит туда очень быстро И отреагировать на заявление Сообщение о совершенном Правонарушении Или преступлении Пресечь его И в конце концов Установить виновного И презумпция Будет восстановлена Вот эти все вопросы Мы серьезно сегодня Занимаемся системой Безопасный город Помимо того, что Это существует Официально Программа Существуют Способы экстренной связи С полицией И сегодня На центр управления Нарядами Заведено Порядка 200 камер Наружного наблюдения Если мы говорим О Бороде Барнауле Как вы меня спросили 44 Значит вот этих экстренных связей То помимо этого Мы сегодня проводим работу Чтобы Участковые Исполнительная власть Владельцы Как вы уже говорили Различных Таковых сетей Магазинов Магазинов Там, где Массовое пребывание Граждан В том числе Мы рекомендуем Устанавливать Видео наблюдения С регистраторами На сегодня В крае Более 9 тысяч Объектов Уже оборудования Начиная От двух камер До 10 До 15 До 20 Это Различные предприятия В том числе Мы считаем Их В этом числе В этом количестве И на них Установлено Свыше 50 тысяч Видеокамер Что это Дает Во-первых Спокойствие тем Кто это установил В определенной степени Во-вторых Мы используем Когда совершается Преступление Сразу Накладываем Значит Кальку И смотрим Где есть Видеокамеры Сотрудники Немедленно Занимаются Проверкой Видеозаписи Мы в этом году В этом году Благодаря Вот Не только Безопасному городу А именно Вот этим Видеокамерам Раскрыли Более 700 Преступлений Более 700 То есть Появляются Поисковые признаки Или автомобиль Или номер Или одежда Примета одежды Которая была Преступлена Или лицо его Поэтому Мы активно Занимаемся И просим Поддержки Абсолютно У всех Наступит Момент Когда Все это Будет Соединено В единую Систему Безопасных Городов Это позволит Вообще Потом Контролировать Ситуацию Особенно Конечно В крупных Городах Элементарно Очень просто И легко Я вот Нашла информацию Что Министр МЧС Планировал В каком-то СМИ Он говорил Что к 2020 Году В полном объеме Должна заработать Вот эта вот Система Безопасный Город Это что касается МЧС А у нас есть Какие-то Долгосрочные Планы Есть какие-то Точки Допустим К 2020 Году Мы должны Выйти На такой Уровень Охвата Территорий Видеонаблюдения Ну Вообще Как бы Система Безопасный Город Ею Занимается МЧС Но Я вам хочу Сказать Что на коллегии Министерства Внутренних Дел Которая Была В марте Этого Года Руководство Министерства Довело нам Что Идут Переговоры Ведется Работа Чтобы Систему Безопасный Город Все-таки Отдать Под контроль Министерства Внутренних Дел Чтобы мы Организовывали Смотрели И так далее Конечно Это Не исключает Взаимодействия Между Не только МЧС И другими Ведомственными Службами Вот Но В первую очередь Конечно Население Беспокоит Безопасность Отсутствие Различных Правонарушений Преступлений Как это будет Развиваться Сейчас За МЧС Я говорить Не буду Но А когда Официально Это все Заработает Заработает То Тогда Вы будете Задавать мне Вопросы Я вам отвечу Хорошо Следующий вопрос Вот Вы сказали Что Действительно Видеонаблюдение Это помощь В работе Полиции У вас Еще есть Помощники Добровольные Дружины Добровольцы Так называемые Тоже Мы встречаемся С ними По нашей Работе Нас Приглашают Вот такие Совместные Рейды Или совместные Выходы Все-таки Дружинники Сейчас Насколько Активно Помогают Насколько Они готовы Сотрудничать С полицией Сегодня На самом деле Предела совершенства Нет Мы конечно Хотим Эту работу Совершенствовать Как можно Лучше Больше Активнее Но Факт Остается Фактом Сегодня 173 Дружины Зарегистрированы В реестре Более 5 тысяч Членов Народных Дружин Причем Это не просто Так кто-то Пришел И записался Нет Это мотивированные Люди Которые Пришли Обратились Написали Заявления Взяли Справки Об Отсутствии Судимости Сдали Фотографии Они получили Благодаря тому Что администрация Края Выделила Соответствующие Деньги Это профинансировано Это удостоверения Которые Защищены Голограммами Это Экипировка Где-то Накидки В обязательном Порядке На рукавные Повязки Что это Дружинник И В свое время Даже Министр Внутренних Дел Похвалил Алтайский Край В том Что здесь Активно Эта работа Ведется В этом году Мы Знаем О Более Чем Двухсах Преступлений Которые Помогли Или Лично Раскрыли Дружинники Они Помогли Пресечь Более Пяти тысяч Правонарушений Различных Видов Поэтому Мы Вообще Надеемся Очень Надеемся На то Что это Будет Развиваться Работа Активная Помощь Органам Внутренних Дел Помощь Полиции От населения В охране Общественного Порядка Она Нужна Как воздух Все Понимают Одна Полиция Проинформировать Это тоже Большое Дело Согласитесь Одна Полиция Навести Порядок Не в состоянии Это Не мое Умозаключение Поэтому Если население Активно Будет нам Оказывать Помощь Будет Порядок Я напомню У нас в гостях Был начальник Главного управления МВД России По Алтайскому краю Генерал-лейтенант Полиции Олег Туробаров До встречи До встречи